Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, друзья! Прежде чем предоставить слово Михаилу, нашему сегодняшнему спикеру, как всегда, несколько общих слов, вот и настал этот день, когда мы проводим последний вебинар серии 2017-2018. Даже не верится, что мы провели в этом году почти 160 вебинаров, по вебинару каждый день практически. Но этот день настал, и давайте проведем его в нашей манере, деловито. Задавайте вопросы, участвуйте в обсуждении. Как всегда, несколько ссылок наверху в чате. В этот раз я не даю вам ссылку на наш сайт, на наше расписание, потому что расписание уже исчерпано. Могу только порекомендовать заходить к нам, начиная с сентября 2018 года, когда у нас начнется новый сезон. Но, как всегда, хочу сказать, что запись этого вебинара ведется, и она появится, я думаю, что сегодня уже вечером, на нашем видеоканале на YouTube, на котором хранится уже более 300, а точнее 315-318 записей наших вебинаров. И вторая ссылка в этом введении, она посвящена нашим учебным курсам. Это новое предложение от компании Директ Медиа. Все те, кто интересуется онлайн-обучением, милости просим на нашу страничку. Пока у нас там обозначено 4 курса, но уже к сентябрю, я думаю, их будет гораздо больше. Если ваш вуз, ваш центр, ваша библиотека заинтересованы в том, чтобы провести такие курсы, пожалуйста, задавайте вопросы, приходите к нам, мы будем очень рады. Сегодня у меня нет информации о следующих вебинарах, потому что следующие вебинары будут только в сентябре, они пока не определены, поэтому на этом я заканчиваю свое вступительное слово и передаю слово Михаилу Яковлеву, для того, чтобы он провел сегодняшний завершающий вебинар нашей серии. Михаил, прошу. Добрый день, уважаемые. Вначале несколько слов о себе. Я работаю руководителем курсов английского языка в компании Директ Медиа, занимаюсь развитием интеллекта, преподаванием английского языка и шахмат. Сегодня план у нас будет такой. Вводная часть. Я расскажу, что такое интеллект, о структуре интеллекта расскажу, также как измерять интеллект и как легко можно отличить умного человека от не очень умного. Вторая часть будет посвящена памяти. Будет краткий экскурс в то, как работает память и как запоминать сложную запоминаемую информацию. И третья часть – это приемы эффективного решения задач. Вы познакомитесь с таким понятием, как иллюзия мышления, что это такое. И мы разберем три мыслительных приема, которые позволяют решать более эффективно задачи. И также расскажу про эффективное мышление в бизнесе и работе. И небольшой такой лайфхак, скажем так, как решать математические задачи, не зная математики. В первую очередь я бы хотел с вами познакомиться и хотел, чтобы вы мне кратко написали презентацию. Да, можно будет скачать. Я открою доступ в конце вебинара ко всем материалам. Хотел бы, чтобы вы написали, что вас привело на вебинар, что вам интересно, и ваша сфера деятельности. Во-первых, зачем развивать интеллект? Некоторые люди говорят, а зачем мне развивать интеллект? Я лучше буду в своей сфере просто, допустим, если я математик, я буду учить математику, зачем мне развивать интеллект? Во-первых, мир стал очень динамичен. И раньше интеллект было важно развивать, то сейчас это приобретает особую актуальность. Мир очень быстро меняется. Я просто слежу за тем, что происходит вокруг и вижу, что за год, за последний даже, произошло столько изменений, столько нововведений, сколько раньше за десятилетия не происходило. Сейчас я покажу вам видео. Это отрывок из новостной сводки, которая транслировалась по телевидению. Это о том, что профессии некоторые уйдут. То есть они станут ненужными. Смотрим. В ближайшие 20 лет исчезнет более половины существующих профессий и появится около полусотни новых. Бухгалтер, документовед, архивариус, инспектор ДПС и охранник устареют. На замену им придут новые. Выводами аналитиков сегодня поделилась директор департамента занятости населения региона Ольга Акинина. Разговор проходил в рамках проекта «Открытый регион». По мнению главы ведомства, Ямалу нужны тоже будут специалисты, ориентированные на новые технологии. Такие как экоаналитики, специалисты по модернизации строительных технологий, проектировщики доступной среды. В моду также войдут медицинский маркетолог, сетевой врач и консультант по здоровой старости. По некоторым оценкам экспертов, до 50% рабочих мест будут замещены роботами, компьютерными программами, автоматизированными системами. И, наверное, все-таки такие профессии, которые с навыками среднего уровня, они, конечно, уйдут. Так, вернемся к нашей презентации. То есть сейчас, в первую очередь, выигрывает тот, кто может быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, особенно учитывая то, что в будущем мир будет еще более динамичен. И вы всегда можете потерять, то есть профессия может стать неактуальной, тогда придется, ну или менее актуальной, и тогда придется осваивать какие-то новые сферы деятельности, и будет выигрывать тот, кто будет делать это быстрее и эффективнее. Все чаще фигурирует такая фраза, как навыки 21 века. Это, в первую очередь, коммуникабельность, командная работа, критическое мышление и нестандартное творческое мышление. Вот два последних, они относятся именно непосредственно к развитию интеллекта. Итак, видение. Тут, к сожалению, немножечко обрезан у меня слайд. Какие существуют методы развития интеллекта? Я делю их на три основные группы. Это физические, то есть это физическое здоровье. Это подразумевает под собой, в первую очередь, правильное питание, чистая вода и необходимое количество воды, физические упражнения, свежий воздух и правильный сон. Очень многие недооценивают, когда я говорю, чтобы, например, лучше играть в шахматы, нужно улучшить свое физическое здоровье. Люди так сразу говорят, а это имеет значение. Сейчас я поставлю вам нарезку из интервью с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном. Там я скомпоновал три его совета касательно здоровья, физического состояния. Совет третий. Берите перерывы от шахматы. Тренируйте свое тело так же, как свой разум. Совет седьмой. Высыпайтесь. С детства стараюсь спать минимум 9 часов каждый день. Особенно, когда играю в турнирах. Это очень помогает сохранить концентрацию и оставаться бодрым. Совет восьмой. Хорошо ешьте и пейте. Мой любимый напиток, особенно во время игры, апельсиновый сок, разбавленный водой. Что вы уже, вероятно, знаете. Это что касается физических факторов. Следующая группа методов развития интеллекта – это психологические. Об этом поговорим чуть попозже. Это в первую очередь ваши эмоции, как они влияют на производительность, и психологические установки, которые содержатся в подсознании. И третья большая группа методов развития – это овладение мыслительными приемами. То есть, это мыслительные приемы, которые при постоянном их употреблении, лучшем их овладении, они потом встраиваются в подсознание, и вы уже начинаете решать с их помощью мыслительные задачи уже неосознанно. То есть, вы уже можете не обязательно работать по алгоритму, по шагам, а просто вы сами не осознаете, что сейчас применяете тот или иной прием. Что такое интеллект? Вот есть такое определение интеллекта, с которым я абсолютно согласен. Звучит оно так. Интеллект или ум – качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой. Здесь на первом месте стоит умение приспосабливаться к новым ситуациям. То есть, именно интеллектуального человека отличает то, насколько он может быстро учиться, насколько он может в какой-то новой деятельности быстро разобраться. То есть, если человек чем-то хорошо владеет, как в какой-то сфере, он профессионал в своей области, это далеко не значит, что у него высокий интеллект. Может, он просто посвятил годы, получил много знаний, опыта, он в одном деле эксперт, а другим делам он будет учиться медленно и не так эффективно. Следующий вопрос – это как измерять интеллект. Сейчас я хочу услышать от вас ваше мнение, как вы считаете, можно ли вообще измерить интеллект? Если можно, то каким образом? Существует ли какая-то шкала в виде числа или какой-то другой точной информации, которая показывала уровень интеллекта? Самый первый ответ – тесты IQ. Да, действительно, если кто-то хочет измерить чей-то интеллект, то в первую очередь он в основном используется тесты IQ. Есть же тесты, да. На самом деле, тесты IQ можно использовать для измерения интеллекта, но они достаточно… То есть это не абсолютные измерения интеллекта. Они измеряют определенные параметры интеллекта, определенные мыслительные схемы, которыми человек может не владеть, но может он владеть другими. Поэтому это очень приблизительно. На самом деле к тестам IQ можно очень легко подготовиться. Это не значит, что у вас вырастет уровень интеллекта, просто вы научитесь решать, вы поймете, как они построены, по каким принципам. Как можно измерять интеллект? На самом деле нет какой-то шкалы, по которой бы измерялся именно интеллект. Не IQ, а вот именно интеллект. И единственное, можно сопоставлять интеллект разных людей, если дать им какую-то сферу, в которой ни один из них не силен, и дать из этой сферы какую-то задачу, и посмотреть, кто быстрее эту задачу выполнит. Можно измерить с помощью теста с вопросами. Не знаю конкретно, какой тест вы имеете в виду. На самом деле логичнее взять какой-то комплекс, взять тест IQ, взять какие-то разноплановые тесты, которые оценивают, ну, содержат разные типы задачи. И потом по совокупности результатов смотреть. Вот, также можно оценивать достаточно точно прогресс одного человека в измерении интеллекта. Для этого нужно взять какую-то измеряемую сферу деятельности, ну, проще всего какую-то игру. Игру, например, шахматы, где есть система рейтингов, где вы, если сыграете несколько партий, у вас установится определенный рейтинг, который будет показывать ваш уровень. Потом не играть в шахматы, ну, то есть никоим образом какой-то период времени не повышать мастерство в этой именно сфере деятельности, а просто использовать какие-то методы развития интеллекта. Потом, через определенное время, опять несколько игр или несколько каких-то тестов именно в этой сфере. И если есть прогресс, то значит мы делаем вывод, что те методы, которые мы использовали, они работают. То есть они даже, ну, как бы и в этой сфере, которая не связана с этим, принесли результаты. Следующий момент. Как легко отличить умного от неумного человека? Так, тут немножко обрезано. Здесь написано «маркеры отличия умных от неумных людей». Сейчас я буду зачитывать эти маркеры, а вы будете говорить. Это относится к умным или указывает на ум человека, или, скорее, на его низкий интеллект. Ставит информацию под сомнение. Если вы считаете, что умный человек, умные люди обычно ставят информацию под сомнение, ставим плюсики. Если вы считаете, что так делают в основном неумные люди, ставим минусики. Ага, плюс, плюс. Да, абсолютно правильно. То есть если человек, если вы что-то человеку сказали, то неумный человек, он может сразу поверить это, взять как истину, а умный будет спрашивать, а почему так? Откуда вы это знаете? Вы это сами проверили или вам сказали? У меня знакомая есть, она психолог, вот у нее любимый вопрос, если кто-то говорит какую-то информацию ей, она говорит, на основе каких стабильных данных ты сделал такой вывод? И это сразу снимает очень много недоразумений, много вопросов. Следующий маркер – категоричен. Человек категоричен. Какой это человек? Я не на все вопросы успеваю отвечать, поэтому, если будет время, вообще прошу писать ваши вопросы, именно которые вы задаете мне, во вкладке «Вопросы». Тогда я буду их видеть. А так они могут затеряться в чате. Так, вижу много минусов. На самом деле, да, категорично обычно не очень умные люди, оба есть мнения. Из этого переходим к следующему. Частую употребление слов «если», «смотря», «зависит», «от». То есть умный человек понимает многофакторность нашего мира и понимает, что не все так просто, не нужно упрощать. Поэтому если у него спрашивают, а как вот это вот? Он говорит, ну если так, то так. Или «смотря», или «это» зависит от того-то, того-то, того-то. То есть умный человек всегда рассматривает больше факторов. Он не думает плоско, как многие люди думают. Следующий маркер – субъективен. Человек субъективен, он во многом полагается на свои субъективные ощущения. Да, минус. Ну, это более такой косвенный фактор, но все равно он косвенно указывает на, скорее, низкий уровень интеллекта. Враждебность кому-либо. Тоже такой, казалось бы, не совсем связанный с интеллектом напрямую. Минус равно. На самом деле, да, равно, потому что рождебность может исходить от разных. То есть разные причины у нее могут быть. Может быть личный опыт. Но в основном враждебны люди, которые недостаточно продумали и проработали то свое отношение к кому-либо. Кто-то враждебен к черным, кто-то к азиатам, кто-то к противоположному полу и так далее. Часто говорит, что не понимает чего-либо. Вот это интересный момент. Как вы думаете? Плюс, то есть умные, умные. Да, на самом деле умный человек, он всегда пытается разобраться. В чем-то он не боится показаться глупым, потому что он знает, что он умный. И у него нет такого комплекса, что пусть обо мне думают, что я глупый. Человек просто этого не боится. Он, если не понимает, он всегда досконально задает вопросы. Он часто задает такие вопросы. То есть вы хотите сказать, что? Он перефразирует, уточняет. И также есть такие два фактора, как первый – использование неполной индукции. Вот у меня один человек, он сам не русский был, узнал, что я не пью кофе. И он сделал вывод, что русские не пьют кофе. То есть по статистике один человек, он сделал уже вывод. То есть такой прием называется неполная индукция. Она не ведет к стопроцентному выводу. А когда человек на основе малой статистики делает вывод, это приводит к нежелательным очень последствиям. Вообще есть очень хорошая такая наука, логика высказываний называется. И если знать, как согласно этой науке должны формироваться умозаключения, то можно смотреть, как человек делает выводы. Если он делает их так, значит он умный. Даже если он никогда не учил логику. Если человек умный, он никогда может не учить логику, он будет правильно формировать свои выводы, свои умозаключения. Индукция редко бывает полной. Согласен с вами, да. Индукция на самом деле очень мощный инструмент обучения, например. Но всегда нужно делать поправку. Если вы хотите использовать неполную индукцию, то должна быть большая выборка статистики. Как минимум несколько десятков. У порядоченного сбора. А не так, как обычно люди делают. Дальше. Переходим к психологическим факторам развития интеллекта. Многие тренеры по личной эффективности, по саморазвитию, они очень много говорят про вашу среду, про то, с кем вы общаетесь. Они употребляют такую фразу, как тип мышления, говорят про мотивацию, про целеполагание. На самом деле это не зря они так много говорят. Я в определенный момент понял, что это очень важно. Приведу один яркий пример. Представьте, что вам предложили такую игру. То есть вы можете добраться до какой-то части своего города и забрать оттуда миллион долларов. То есть все легально, все абсолютно законно. Вот если вы успеваете там за полчаса, то миллион долларов ваш. Если нет, то нет. Как вы думаете, будете ли вы прокрастинировать? Будете ли вы думать, ой, а как же мне это лучше сделать? Нет, скорее всего, вы будете одновременно заказывать такси, бежать уже куда-то, одеваться на ходу. То есть вы будете действовать в разы быстрее, и мозг будет работать очень быстро. То есть те блоки, которые у нас сформировались, которые нам говорят, ой, это сложно, установки подсознания, возможно, я это не смогу. А стоит ли то необходимое количество затраченных усилий, стоит ли оно этой цели? Этого всего не будет. И мозг, он начнет автоматически просто отметать все лишнее. То есть вы не будете делать никаких лишних движений. Вот здесь есть большой секрет, как есть такая целая наука тайм-менеджмент. И не зная вообще этой науки, и просто научившись входить в ресурсное состояние, вы будете действовать по принципу Паретта. То есть вы будете выполнять именно тот минимум действий, который будет приносить максимум результата. То есть подсознание будет само решать, что нужно, а что нет. Он подсознание очень много знает. И очень эффективно его использовать. Сократ вообще только прокрастинировал, по большому счету. Не спорю, возможно, он только прокрастинировал. Но я сейчас говорю об эффективности решения задач, об эффективности выполнения целей. Сократ был очень умным, а это тоже фактор. Я думаю, что если бы Сократ прокрастинировал бы меньше, то он больше бы и сделал однозначно. Вернемся к психологическим факторам. То есть мы прокрастинируем в основном, когда у нас нет четкого понимания, что делать. То есть когда у нас есть четкий алгоритм, первый шаг, второй, третий, мы просто берем и делаем. А самые сложные задачи, которые просто не знаешь, с какой стороны к ним подойти. И поэтому возникает прокрастинация. Но в разы эффективнее находиться в состоянии воодушевления, uptime, так называемый. Механизмы эволюции за долгое время существования человека выработали механизм экономии ресурсов. Потому что человек развивался в условиях нехватки ресурсов, поэтому как только подсознание понимает, что овчинка выделки не стоит, скажем так, оно начинает блокировать вам энергию на выполнение этой задачи. То есть возникают блоки психологические, которые мешают. Это прокрастинация, это тот же саботаж, это может выходить даже на психосоматический, то есть человек может запросто заболеть. Дети очень часто могут заболеть из-за того, что не ходят в школу, что-то у них есть неприятное в школе. Может возникать чувство сонливости очень сильное, которое сам лично это испытывал. очень, оно очень реальное, то есть просто кажется, что ты не выспался. Потом меняешь просто занятие и как рукой снимает. Вот. То есть если у нас будут установки такие, что я могу это сделать, что это легко, что это приятно, то намного будет все веселее, легче и быстрее выполняться. Приведу пример. Я как-то ехал в метро и я решал шахматную задачу. И в определенный момент я понял, что задача очень сложная. Что она решается там не за два худа, а за четыре на самом деле. Я вообще не понимаю, как ее решать. И вот здесь многие люди начинают сразу как-то отказываться. Ой, да я может ее вообще не решу, может это не мой уровень. И я поставил себе такую программу, установку. До того, как я доеду до своей станции, я решу эту задачу. То есть именно так нужно ставить программы для подсознания. Решу. То есть не должен решить. Если должен решить, вы сделаете установку, то подсознание поймет. Ну должен, хорошо, должен, не вопрос. Я должен, я пошел дальше своим заниматься чем-то. Вот. И интересный факт. Я решил эту задачу где-то, насколько помню, за 20 секунд до того, как я подъехал к станции. И 20 секунд у меня просто было на то, чтобы проверить правильно. Я решил, не допустил я каких-то там возможных вариантов. То есть именно настолько четко это сработало прям вот по времени. Чуть ли не секунду в секунду. Так, у нас очень много хочется сказать. Надеюсь, я уложусь во время. Так, ну соответственно, из этого вытекает такой принцип, как работайте с максимальной отдачей и отдыхайте качественно. То есть я называю это разброс или полярность. Это в частности вот в этом аспекте может быть использовано. То есть мы часто работаем так вот как-то нехотя, не очень энергично. Потом мы отдыхаем тоже некачественно. Мы приходим домой, начинаем там играть в зуму, например. То есть это, в принципе, из нас вытягивает энергию. Это не дает нам особого позитива. То есть у нас нет неполноценного отдыха, неполноценной работы. Вот, я предлагаю максимально работать, вот просто выходить в ресурсное состояние, с максимальным драйвом работать, с максимальной производительностью. Потом эти результаты использовать на то, чтобы качественно отдохнуть. Вот тот отдых, который для вас является самым качественным, самым приятным, который дает вам максимум сил, заряжает вас. Вот именно так. А если бы не решили тогда что? Интересный вопрос. Если бы я не решил задачу, то я либо решал бы ее дальше, либо бы перешел к другим задачам, потому что это не было для меня критично. Но я бы не стал думать, ага, программы по сознанию не работают. Может быть, просто действительно задача оказалась слишком сложной. Вот. Ну, если вы сталкиваетесь с тем, что вы не можете решить, моя рекомендация – это изменять плоскость решения задачи. Сейчас просто я не успею обо всем поговорить. Я собираюсь запустить курс с одноименным названием, по одноименной тематике. Вот. И там будет более подробно, в частности, об этом. Что делать, если возникает какой-то ступор, препятствие в решении задачи. Так. И хочу привести один пример, как вы можете выходить в ресурсное состояние, побеждать прокрастинацию. Это, например, просмотр мотивационных видео. Вот здесь есть… Я вам покажу видео, оно спортивное, но дело не в этом. Обратите внимание, что происходит на видео и что звучит, и какие установки даются, и как ваша психика реагирует на это. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, понятно. Человек, глядя на которого, не скажешь, что он думает, ой, а какое бы упражнение мне сейчас сделать, а какое упражнение более эффективное. То есть он приходит на спортплощадку, он делает быстро, он вообще времени не тратит, он делает одно за другим. Он делает это очень энергично, и таким образом, когда мы видим такие видео, таких видео много, вы можете найти, они, как правило, там есть какая-то ритмичная, заряжающая такая музыка, установка, вот в этом видео звучит слово «I will», вернее, фраза, много раз повторяется. Мотивирующее видео делать все, чтобы достичь цели. Не совсем понял предложение. Вообще рекомендую перед тем, как начать что-то делать, просмотреть какое-то коротенькое видео, или включить музыку, которая вас заряжает, или какой-то другой способ достижения ресурсного состояния и повышения вашей энергетики, вашего энтузиазма. Следующая часть нашего вебинара – это память. Как работает память? Какое-то время занимает вновь загрузить презентацию. Начну. Память – есть несколько видов памяти. Это основные, кратковременное, оперативное и долговременное. Оперативное – это то, что вы держите в уме в данный момент, в сознании. Кратковременное – это она до нескольких дней, насколько я знаю, до двух недель, примерно так. И долговременное – это уже когда вы, скорее всего, это не забудете никогда. Оперативное и кратковременное определяются текущим потоком электрической активности в мозгу. А долговременное – тут принцип уже другой. Она подразумевает активацию ряда биохимических процессов. Интересный факт. Когда из кратковременной памяти информация переводится в долговременную, это может происходить, в частности, путем отростка новых нейронов. То есть, по сути, мы можем своим сознанием управлять непосредственно, мы можем выращивать физические новообразования в нашем мозгу. Это очень интересно. Очень важный аспект в памяти – это забывание. Очень мало люди придают внимание этому феномену. На самом деле, то, что мы воспринимаем и то, что мы хотим запомнить, то, что мы надеемся, что мы запомним, по большей части это все забывается. Я думаю, что процентов 80. По крайней мере, через какой-то промежуток, ну, через достаточно длительный промежуток времени. Это выветрится из головы. Ведь, ну, я думаю, что у большинства людей получают большой достаточно объем информации, много идей сами генерируют, получают советов. И просто этот объем, он не позволяет, этот объем нельзя проработать за месяц, за два. Какие-то ценные идеи, которые вы получили, вам придется начать реализовывать через год. Ну, вы точно забудете, ну, скорее всего, в большинстве случаев. Вот, поэтому, если вы возьмете привычку все записывать и организуете надлежащим образом этот процесс, чтобы вам было легко это сделать быстро, блокнот, файл на компьютере, в телефоне, то уже ваша эффективность возрастет очень сильно. Перейду сейчас к так называемой мнемонике. Мнемоника – это методы запоминания сложной запоминаемой информации. Информацию в мнемонике принято делить на три вида. Это точная, это мы видим здесь цифры. Точная информация, в первую очередь, цифры. Образная – это картинки, визуальная информация. И речевая – это текст. Текст может быть устным, может быть письменным. То есть, кто-то что-то говорит, речь чья-то – это текст. Или вы читаете что-то – это тоже текст. Соответственно, мозг очень любит образную информацию, он ее легче воспринимает. А хуже всего он воспринимает точную информацию, например, последовательности цифр. Эту информацию он просто терпеть не может. Поэтому, что мы делаем, чтобы запомнить последовательность цифр? Мы берем и переводим, перекодируем в первую очередь цифры, ну или любую другую сложно запоминаемую информацию, в более запоминаемую. Тупой карантаж лучше острой памяти. Да, да, совершенно верно. То есть, первый этап – это закодировать, сложно вспоминая информацию, в более простую. Например, цифры в слова или цифры в образы. Сам по себе этот этап уже самостоятельный. Если вы закодируете, уже легче запомнить. Дальше вы можете сделать связь. То есть, закодировали цифры в слова. Между этими словами логическую связь. Сформировали сюжет. Следующий этап. Единый какой-то сюжет. И просто дальше визуализируете. То есть, вы перевели самую сложно запоминаемую информацию в самую легко запоминаемую. То есть, у вас просто есть визуальный какой-то сюжет. И вы его прокручиваете в голове. Таким образом, на более долгий срок вы запомните. Как это делается? Ну, можно кодировать в зрительные образы. Например, двойку мы копируем в гуся. Ну, есть такое лебедь, гусь, двойка. Ухо в три. Ну, такая вот рекомендация. Не знаю почему. Но похоже немножко на тройку. Вернее, тройку мы в ухо кодируем. А, нет, восьмерка. Да, восьмерка мы в ухо. Три в тройку в упряжку лошадей. Пять в пятачка. Топор – это у нас семь. Ну, можете придумать какие-то другие свои. Но этот принцип кодирования требует определенного воображения. Я в курсе буду более подробно рассказывать о том, как генерировать вообще идеи. Как легче закодировать, как развить воображение, нестандартное мышление. Вот. Намного проще цифра-буквенный код. То есть, для каждой цифры мы используем букву. То есть, для нуля это N, потому что N – ноль начинается на букву N. Или L, то есть, это вторая буква. Вот. Один – это R, потому что раз. Или F, потому что first, по-английски первый. Два – D, тут все просто. Три – T, тоже все просто. Четыре – Ч, ну или как вариант К, но можете не использовать. Дополнительные варианты можно не использовать, можно ограничиться одной буквой для каждой цифры. Пять – P, шесть – Ш, или Щ, семь – С, все просто. Восемь – В. И девять, так как D у нас уже два, мы используем букву B, так как больше всех. Или можно M много. Ну, вы можете придумать какие-то свои варианты, которые вам кажутся более логичными, более просто вам их запомнить. Вот. Что мы делаем дальше? Мы разбиваем последовательность цифр на пары. То есть, по две, группируем их по две цифры и переводим слова в числа. Так, нет, мы переводим числа в слова сначала. Например, 35, здесь у нас буквы. Три – это T, и пять – это P. Вот, мы придумываем слово, первое, согласное которого – T, а второе, согласное которого – P. Еще раз, первая цифра у нас три – это буква T, вторая цифра – пять – это буква P. То есть, можно придумать слово тип, или тупой, или топор. Вот, то есть, мы потом будем перекодировать, учитывая первые две согласные в слове. Вот. И так каждую пару цифр мы кодируем. Вот. Сейчас я предлагаю сделать такое упражнение, короткое. Переведите слова в числа. Ну, времени у нас мало, хотя бы первые. Начните писать. Кошка, какое это число двузначное? Так, я верну слайд, чтобы было. Кошка, каше, 46, да, правильно. Пушка. 56, да. Ну, принцип понятен. Вы можете сами это потом поотрабатывать, потренироваться. Здесь все просто. Вот. Теперь обратное задание. Закодируйте числа слова. 81. Вот здесь уже посложнее. Здесь нужно уже придумать какое-то слово. 81. Верну наш код. 8 – это V, 1 – это, допустим, R. Раз. VR. Вот уже сложнее. Вор, да. Вор, веретено, воротило, верно, верность и так далее. Вот. И, соответственно, у нас есть последовательность цифр. Мы разбиваем их так, 95, 04, 78 и так далее. И мы кодируем их, кодируем их слова, между словами создаем какой-то сюжет и потом визуализируем. Мне, на самом деле, чтобы закодировать эту последовательность, потребовалось 4 минуты. И 4 минуты я еще потратил на то, чтобы выучить, ну, визуализировать, именно выучить самому последовательность. Вот. Учитывая то, что просто так запомнить последовательность цифр в принципе больше времени заняло бы, а выветрилось из памяти это намного быстрее бы. А вот визуальный сюжет уже, ну, очень должно годы пройти, наверное, чтобы я его забыл. Вот. Опять-таки, в курсе я буду более подробно рассматривать, как генерировать идеи, чтобы придумать сюжет, чтобы придумать связь между словами. Переходим к следующему. Так. Следующий раздел – это мышление, решение задач, собственно, эффективные приемы мышления. Иллюзия мышления. Я называю это такой феномен, когда человек думает над какой-то задачей какое-то время, а если его спросить, вот ты думал столько-то, что ты придумал, в чем ты продвинулся. И он просто смотрит и говорит, не знаю, вообще ничего не понятно. Но он подумал, там, какое-то время достаточно, вот у меня ученики постоянно, вот, по шахматам, например, думают какое-то время над ходом. Я жду, говорю, ну что, какие у тебя мысли, никаких, о чем ты думал, ну, какие у тебя были идеи. Вот. Это так называемая иллюзия мышления. Мне всегда нужно спрашивать, ну, на самом деле, я рекомендую несколько секунд, через несколько секунд задать себе вопрос, прогрессирую ли я в задаче. Что я, хотя бы в каких-то исходных данных, что я увидел нового, что позволит мне, что приблизило меня к решению задачи. Если нет ничего, ничего не прояснилось, то, наверное, просто стоит выйти на улицу, подышать свежим воздухом, прогуляться, вот, и со свежим уже умом вернуться. Либо менять что-то, либо менять углы, на которые вы смотрите, вот, либо использовать конкретный алгоритм, о котором мы поговорим попозже. Сейчас я дам вам пять задач. Прошу писать только во вкладке «Вопросы», писать ваши ответы на эти задачи только во вкладке «Вопросы». Вот. И будет замечательно, если вы напишите не только решение задачи, не только ответ, а также, что вас натолкнуло. Задачи идут от простого к сложному. Первая задача, она вообще детская, последняя достаточно сложная. Жду ваших ответов. Так, на первый вопрос поступил. Ответ. Широкова Евгения Юрьевна. Только сейчас увидел ваш комментарий. На самом деле, да, зачитая умственно отсталый может говорить, что не понимает чего-то, шизофреник может ставить любую информацию под сомнение, все эти показатели не абсолютны. Да, они не абсолютны. Я не говорил, что они абсолютны, но мы используем комплекс этих показателей. И опять-таки, не понимает чего-то. Если человек явно не понимает каких-то простых вещей, которые он, наверное, должен понимать, то это не свидетельство, это его высоком уровне интеллекта. Если я выступаю перед группой, и я говорю, например, там, что-то объяснил и говорю, понятно? Все говорят, да, понятно. Другой говорит, нет, непонятно. А вот от что непонятно? А вот это непонятно. Я понимаю, что действительно никто не понял, но только он осознал, что он не понял. И тогда я уже понимаю, что именно в этом контексте он скорее умный, он более эффективный, чем остальные. Да, на самом деле в самолете нет стоп-крана, все ответы правильные. Из Санкт-Петербурга в Москву. Это на третий, да? Так, это ответ из Санкт-Петербурга в Москву. Какой из этих поездов будет пляж в Москве? Нет, ответ неправильный. Сейчас я не буду пока озвучивать ответы, и я представлю вам первый прием мышления. Прояснение, я его так называю. Прояснение может быть первым этапом в алгоритме решения задачи, либо это может быть даже самостоятельным приемом, потому что многие задачи просто рассыпаются путем простого применения прояснения. То есть, если вы проясняете какую-то информацию, какую информацию можно прояснять? Во-первых, это цель. Очень часто люди пытаются достичь какой-то цели, не четко понимая и не четко сформулировав цель. Идеальный конечный результат. Также нужно прояснять, например, если мы имеем дело с физической, визуальной, пространственной системой, то мы делаем просто осмотр. Самый первый шаг – это осмотр. Например, здесь показана позиция из игры в Го. Это очень интересная древняя интеллектуальная игра с глубоким стратегическим содержанием. То есть, первое, что мы делаем, мы просто смотрим. Смотрим, какие камни где расположены, как они лежат относительно друг друга. Можно даже в первое время ничего не думать, не решать никаких, не ставить задач. Просто смотрим. И уже это может натолкнуть нас на определенные мысли. Чуйко Ольга Игоревна, последний ответ правильный. Да, на задачу, на третью. Так, что дальше следует прояснять? Все остальное, какую-то поступающую информацию или имеющуюся, мы делаем визуализацию. То есть, опять-таки, если мы прочитали какой-то текст, это сложнее воспринимать. Мы компонуем это, перекодируем визуальные какие-то образы. Но здесь нужно быть осторожным, потому что мы можем перекодировать неверным образом. То есть, написано одно, а мы перекодируем визуальные образы, исходя из наших каких-то установок. На самом деле, восприятие и реакции, они очень субъективны. Очень, вообще, очень трудно объективно реагировать. Потому что у каждого свои установки, у каждого актуализированы определенные вещи на данный момент в сознании. И мы часто очень выдаем себя. Если мы отвечаем на какой-то вопрос, нам кажется, что это наиболее логичный ответ. На самом деле, мы просто даем такой ответ, который свидетельствует именно о нашем способе мышления. Дальше. Также мы можем переводить что-то на понятийный уровень. То есть, можно, если мы прочитали, услышали какое-то предложение, можно просто пословно его запомнить, выучить. То есть, это и не образы, это и не текст в нашем сознании, но это перевод на понятийный уровень. Здесь тоже нужно быть осторожным при перекодировке, потому что мы можем что-то неверно трактовать. Пархун, Алла Алексеевна, на четвертую загадку правильный ответ. Будет очень хорошо, если вы напишите, что вас натолкнуло, по какому алгоритму вы, может быть, думали, решали эту задачу. Поезд первый. Нет. Неправильно. Так. Также мы проясняем любую информацию. Если мы выразим ее в однозначных терминах, на самом деле очень многие слова вводят нас в заблуждение, и мы пытаемся оперировать какими-то понятиями, которые мы на самом деле не понимаем, что такое. Например, если... Очень люблю слово «должен». Когда человеку говорят, например, ребёнку говорят слово «должен». Ты должен любить свою учительницу в школе. Ты должен хорошо относиться к Коле и так далее. Ребёнок не задаётся вопросом, а что такое «должен». У него есть какое-то смутное представление о том, что примерно он думает так, что если я должен, то я просто буду это делать. Вот Коле сказали, что он должен, он делает это. Ну, я тоже просто скопирую его модель поведения. Да, я сейчас вернусь к загадкам. Если ребёнок, например, спросит маму «мама, что такое должен», то она скажет «ты что, глупый что ли? Ты же прекрасно это понимаешь». И ребёнок, для которого мама – это действительно авторитет, он подумает «да, на самом деле, наверное, я это понимаю». Он сделает вывод, что он это понимает, и у него возникнет просто неверное понимание понимания. Неверное понимание – понятие понимания. То есть он будет основываться также на каких-то мутных представлениях, примерных, приблизительных представлениях, и он будет пытаться оперировать теми терминами, которые не выражены в числе, в факте, в каких-то однозначных терминах. И также мы задаём вопрос, что такое. Ну, это, по сути, то же самое. То есть человеку говорят «должен», неплохо бы задуматься, что значит вообще слово «должен». есть такое вот «должен» иметь два основных значения. Например, когда мы просим айтишника устранить проблему с компьютером, например, и он так смотрит. Вот очень часто я такое слышу от айтишников. Ну, не знаю, почему не работает. «Должен работать». Вот вы никогда не задумывались. Скажите, поставьте плюс, кто слышал подобные контексты, когда говорят «ну, это должно работать». И задумывались ли вы, что значит слово «должен» в том числе. И как бы сам уже начинаешь чувствовать себя немножко виноватым. Ну, вроде должно работать, а ты специалиста как бы заставляешь решить какую-то задачу, которая не решается. Ну, должно работать, а вот у тебя не работает. И ты вроде как сам в этом виноват. На самом деле, если спросить, покопаться, что значит «должен». А «должен» – это значит, что я считаю, что это будет работать как-то так, или что это должно работать. То есть, по сути, человек говорит, я недостаточно компетентен в своей области, чтобы устранить данную проблему. Но человеку неприятно так говорить, поэтому он как-то подсознателен, ну, просто удобно так сказать, должен, должен работать. А по сути, это значит ничего более. Нельзя придумать какое-то более объяснение слова «должен» в данном контексте, чем «я не знаю, почему это не работает». Я недостаточно компетентен. Возвращаемся к задачам и пытаемся, те, кто не решил их, пытаемся применить прием прояснения к этим задачам. Например, когда черной кошке лучше всего пробраться в дом. Ну, стандартный ответ – это ночью, потому что никто не видит. Но давайте просто проясним, когда в принципе в дом проще пробраться. Что может мешать пробиранию в дом, скажем так? Кого-нибудь навело это на мысли? Из тех, кто не решил. Открытую. Я так понимаю, имеется в виду открытая дверь. То есть, на самом деле, все просто. Нужно просто задуматься, просто сделать прояснение исходных данных. Исходные данные – это дом, кошка, тот, скажем так, путь, который нужно пройти от… Прошу сейчас тот путь, который кошка пройдет. Как она будет заходить? Скорее всего, через дверь. Дверь может быть в каких состояниях? Открытая, закрытая. Делаем прояснение, задача рассыпается сама собой, все становится понятно. Третья задача очень легко решается прояснением. Просто подумайте, даже не то, что подумайте, прочитайте внимательно вопрос сформулированный. Какой из этих поездов будет ближе к Москве? То есть, есть два поезда. Один на определенном расстоянии к Москве и другой на определенном расстоянии к Москве. Какой из них ближе к Москве, когда они встретились? Поезда не встретятся. Отличный, отличный такой выход за рамки задачи. Поезда на самом деле, ну, можно сказать, что не встретятся, если строго посудить, они разойдутся. Но задача имеется в виду встретиться, что они, ну, то есть, в одной точке, скажем так, условно будут. Ну, да, вот мне прислали ответ очередной, правильный, на одинаковом расстоянии. Потому что, если они в одной точке, от Москвы, конечно, они на одинаковом расстоянии. Вот, скажите, кто проделал сейчас мыслительную работу, определенную по третьей задаче, не прояснив исходные данные? Что можно было избежать просто тем, чтобы, ну, прочитать, внимательно очень разобраться в исходных данных задачах, в том, как сформулирован вопрос. Просто плюсики поставьте. Следующая задача. Дом имеет четыре стены, в каждой стене по одному окну, все окна выходят на юг. В окно заглянул медведь, какой цвета шкура у медведя. На самом деле, достаточно сложная задача. Вот так вот она в ступор даже достаточно умного человека может ввести. Здесь нужна определенная, опять-таки, систематизация. Нужно прояснить, вот что здесь непонятно. Ну, например, дом и стены, я пока не стал бы прояснять. Это достаточно, можно это визуализировать, это достаточно понятные термины. А вот, например, напишите, какой, хочу от вас услышать, какой здесь элемент, какое слово конкретно является непонятным. То есть мы четко не представляем, что это такое, не понимаем. И понимание, какое слово даст нам ключ к решению задачи. Вот эти все задачи решаются достаточно только прояснения, достаточно прояснить что-либо. Просто сделать это качественно достаточно. Все окна на юг? Ну, все окна на юг – это совокупность концептов. Все окна на юг. А вот окна, например, для меня будет понятно достаточно. Я бы не стал в первую очередь прояснять это. А вот конкретно одно слово. Как же могут у дома все окна смотреть на юг? А вот в этом как раз-таки и задача. Кур. Ну да, на самом деле ответ на северном полюсе стоит дом. Он стоит на северном полюсе. Напомню, что прошу вопросы, во вкладке «Вопросы» писать свои ответы. Вот здесь нужно прояснить слово «юг». Кто четко представляет слово «юг»? А вы задумывались когда-нибудь, что «юг» – это направление, которое по сути является дугой? То есть это даже не прямая линия, это направление от любой, даже не от любой точки, а от почти любой точки к южному полюсу по дуге. То есть если мы будем идти на юг, то мы будем идти по дуге, потому что земля общепринято, что она шарообразная. Вот. Если мы поняли, что такое юг, вопрос-то здесь в том, как, так вот сформулировали, как же могут у дома все окна смотреть на юг. Вот. И когда мы проясняем, что такое юг, что это дугообразные линии, тогда мы понимаем, что вот так вот могут смотреть на юг. Да. А где нет юга? На юге нет юга, например. Если мы находимся на юге, там юга нет. Нет этого направления, мы не сможем идти на юг. А если мы находимся в северном полюсе, то куда бы мы ни шли, мы будем идти на юг. Вот в этом и подвох. Как отпить из бутылки с шампанским, не открывая ее? По-моему, никто мне... Это самая сложная задача. Тут нестандартное мышление. А, взять другую бутылку. Вот поступил ответ альтернативный такой. Хороший, да. Но альтернативный ответ. А, вот авторский ответ. Здесь... Так. Если кто-то вдруг присылал другой ответ на пятую задачу, напомните об этом, потому что я мог пропустить. Перевернуть и выпить из донышка. Ну да, да, да. Пишите во вкладку вопросы. На самом деле, правильный ответ перевернуть и выпить из донышка. Это будет являться тоже из бутылки. Здесь очень коварное... Из уже открытой пить. Это тот вариант, который я предложил, когда отгадывал эту загадку. Авторский ответ это из донышка. Мы очень мало внимания уделяем таким малозначительным словечкам, как предлоги, например. Предлоги, союзы. Мы считаем, что они не несут информацию. Они на самом деле несут не меньше информации, чем слова самостоятельной части речи. Вот есть лингвисты? Скажите, пожалуйста, если кто-то лингвист, напишите плюсик. На самом деле, предлоги, они, с одной стороны, несут информацию, с другой стороны, неоднозначны. То есть, из, оно как-то может слово совершенно различное и из каких побуждений ты это делаешь. Я вышел из дома и так далее. Вот, здесь, если, здесь ключевой, как бы, ключевое слово, которое вводит в заблуждение, это из. Если мы подумаем, что значит из бутылки и рассмотрим различные варианты, как из нее можно пить, то можно было догадаться найти ответ. Как отпить из донышка, не открывая бутылку? Из донышка имеет, пусть откроет кто-нибудь другой, да, тоже. Принимается решение, альтернативное решение, но тоже имеет право на существование. Из донышка имеется в виду, что в донышке бутылки снаружи есть такая выемка, если просто туда налить шампанское, не внутри бутылки, а вот именно в эту выемку в донышке, выпить из нее. Ну, задача с подвохом. Следующая группа задач и, соответственно, мыслительный прием. две задачи у нас тут, прошу прочитать и писать свои варианты во вкладку «Вопросы». Мама поставила варить кастрюлю с чем-то. Все члены семьи, кому не лень, подошли и соли насыпали туда побольше, пошутить решили. Ну и потом в результате было все равно не было пересоленным, это все равно досаливали, когда ели. Что варила мама? Прошу писать именно во вкладку «Вопросы», потому что теряется здесь немножечко принцип. Принцип тот, что вы пытаетесь решить это, и потом я вам даю мыслительный прием, как нужно это решать, и вы пытаетесь уже заново решить, используя мыслительный прием. Кукурузу неправильный ответ. Почему кукурузу? Остальные ответы правильные. Кроме риса, кроме риса и кукурузы. А почему? На вторую загадку тоже можете писать. Пишите два, если загадка про охотника, двоечка и ваш ответ, чтобы мне легче было ориентироваться. А следующий мыслительный прием это минимальные противоречия. То есть мы задаем себе вопрос, в чем именно проблема. Давайте сформулируем минимальные противоречия для первой задачи. Вообще противоречие здесь в том, что солили, а не соленые. Но это не очень приближает к решению задачи. А вот именно минимальные противоречия, если мы выполним опять-таки прояснение, так вот уже написали в общий чат, то есть если мы задаем вопрос, в чем именно, почему, вот, почему должно быть. На самом деле очень интересный факт, что противоречий их объективно не существует в реальности. в реальности есть какие-то законы закономерности, а противоречий нет. В реальности все логично, все подчинено каким-то законам. Противоречие есть только в нашей голове. Противоречие значит то, что мы не понимаем почему, но она на самом деле так. И тогда мы задаем вопрос, а почему мы считаем, что еда должна была посолиться? Вот ответьте мне на вопрос, почему еда вообще должна была посолиться? Здесь можно объяснить приемом, не приемом, а физическим законом, то, что если в соленой воде, в соленой жидкости плавает какое-то тело, то путем диффузии соль или другое растворенное вещество должно проникать из жидкости с большей концентрацией в тело, значит, там, которая плавает в жидкости с меньшей концентрацией. Вот. То есть здесь должен быть физический процесс перемещения молекул из одной точки пространства в другую. Если прояснение сделать, здесь уже становится намного легче. То есть противоречие здесь в том, что соль не идет из воды в продукт, хотя в продукте соли меньше. И тут совершенно становится у кого-то возникло, инсайт возник сейчас на этом этапе, плюсики поставьте, кто вот сейчас догадался, кто не знал ответа на первую задачу сейчас догадался. Почему молекула или тело физическое может не идти, должно идти из одной точки в другую, есть сила, которая движет, а не идет? Ну, картошка в мундире направление мысль правильная, но она все равно просолится, потому что через мундир пройдет молекулы соли. Ну, то есть, логичный ответ на минимальное противоречие, то, что, значит, есть какое-то препятствие, преграда, через которую молекулы не могут проходить, молекулы или тело. то есть, это был какой-то продукт, который варился изолированно от внешней среды. Это может быть яйцо, это могло бы в целлофановом пакете без дырок вариться что-то или каким-то другим образом ограничено. То есть, варится, но просто есть физическое препятствие. То есть, как всегда, мы не только в загадке, загадки это просто для того, чтобы отработать мыслительные приемы. Потом мы мыслительные приемы отрабатываем в жизни. В жизни намного задачи интереснее, чем загадки. Загадки сами по себе в принципе неинтересны, они для отработки. Всегда, когда у нас что-то не получается, мы докапываемся до минимального противоречия. На курсе я также буду говорить больше о минимальных противоречиях, когда нужно переходить к другому, например, минимальному противоречию, что может быть не одно минимальное противоречие и так далее. Так, охотник. здесь можно минимальное противоречие сформулировать так, то, что охотник ему не поступает сигнал, звуковой сигнал от собаки не поступает охотнику. А звуковой сигнал это единственный сигнал, который, единственный канал, по которому мы получаем информацию. «А как можно посолить?» вопрос поступил «не заглядывая, кастрюля высоко, а человек маленький». Значит, человек был достаточно большой, не заглядывая, а, посолил не заглядывая. Ну, видимо, просто крышку приоткрыл, какое-то пространство там возникло, соли насыпал туда и закрыл крышку. Вот, вернемся к задаче пароохотника. Да, вот сразу скажу, что действие происходило в 18 веке, допустим, и GPS-навигаторов, никаких световых сигналов, ничего не было. Вот, это возможное решение, да, в нашей реальности, но охотник более простой способ нашел. То есть, сейчас это навело нас на мысль про каналы восприятия, что, может быть, может он идти не только на звук, а у нас есть еще свет, есть кинестетические ощущения, осязания, пойти в направление, куда стрелял. Но животное никогда не бежит по прямой, это любой зоолог знает оно, животные всегда пытаются запутать преследователя, они петляют, они изменяют направление, поэтому по следу пошел вариант, но, допустим, невозможно по следу пойти, не оставлять животных следов, или как-то сбился за следы, или какие-то другие ограничения. То есть, если минимальное противоречие, охотник не знает, где находится собака, это как-то более уже конкретно сформулирована задача, позвать собаку обратно, собака прибежит, а дальше что, а животное все еще там. Значит, нужно, чтобы, если собака, ну нет, сама она не может, собаке немного отбежать, остановиться, затем дальше немного отбежать, остановиться, какая умная собака, а как ее научить, так, если это не настолько дрессируемая собакой, нет времени на ее дрессировку. Повторяю, охотник сам не может определить местонахождение собаки. не поступает звуковой сигнал охотнику напрямую. Значит, сигнал может поступать незвуковой, например, или через посредника. Сначала звуковой сигнал посреднику, а посредник передаст уже сигнал охотнику. Кстати, кто знаком с такой системой ТРИС, напишите, пожалуйста, плюсики, кто знает, что такое ТРИС. Там есть такой прием посредник, введение посредника. Вот здесь он сработает. Взять еще одну собаку. Вот, наконец, мне написали, по-моему, до этого никто не писал. Да, на самом деле собака это будет посредник, она будет получать, вторая собака, она будет получать звуковой сигнал от собаки, она будет бежать на лай, человек будет просто видеть, куда бежит собака и бежать за ней, реагировать, то есть она поводком будет, он будет держать на поводке, она будет вести его за собой. Таким образом он сможет найти первую собаку. А если нет второй собаки, то задача сводится к тому, к одному из вариантов минимальной противоречия нет собаки. И это уже следующая задача. Собаку можно купить, собаку можно попросить у соседа, можно вместо собаки взять внука, чтобы он помогал и так далее. Либо решать задачу какими-то другими способами. Либо если задача не решается на определенном этапе и она занимает слишком много времени, переключиться на другие задачи. Пойти рыбу ловить. Нестандартное мышление. Дальше двигаемся. Привязать поводок первой собаки и бежать с ней. Нет, собака она должна настигнуть, она должна преследовать. Если она будет бежать вместе с охотником, то она оторвется от животного. Он не успеет, не так быстро бегает. Двигаемся дальше. Минимальное противоречие второй прием, который мы рассмотрели. Третья группа задач, две задачи у нас. Тюрьма сроком на полторы минуты, что это такое. и про таблетки и про Макара задачи. Читаем. Презентацию потом можно будет скачать. Да, я открою ее прямо здесь. Она будет доступна для скачивания. Так, ну, закончим с собакой. Есть много разных задач, много разных ответов. Есть загадки с большим количеством ответов, да, их можно принять, можно опровергнуть. Так, Чуйко Ольга Игоревна и Парху Нала Алексеевна. Правильный ответ. Давайте переключимся на Макара. Про тюрьму отгадали два человека уже. Хочу про Макара услышать ответ также во вкладку вопроса. Пауза в смысле что такое пауза? Тюрьма, пауза, в каком контексте пауза, в чем пауза? Галина Борисовна правильный ответ. Что вас навело на эту мысль? По какому алгоритму решали? Или просто был инсайд? Хоккей неправильно. Но ход мышления понятен. Но вас там никто не держит. В хоккейной коробке вас никто не держит. Вы можете уйти, даже если это матч по закону и физически вы вполне можете покинуть коробку. Это не тюрьма. В действии. Пауза в действии? Нет. Не тот ответ. Холодильник. А холодильник это тюрьма для курицы, которая там поджаренная. Так, перехожу к следующему мыслительному приему. Это у нас деление. Делить можно все, что вы видите вокруг себя, о чем думаете, и всю информацию, которая поступает к вам. Можно делить явление, объект, физический объект или явление на составляющие. Процесс можно делить на этапы, понятия на семы, сейчас объясню, что это такое, и группы явлений объектов на подгруппы. То есть можно не только одно целое делить на части, но также можно группу делить на какие-то, ну, общество можно поделить по разным параметрам, на народы, например, на расы и так далее. и многое другое, это просто несколько приемов. Здесь можно применить прием деления к нашим задачам, например, к понятию тюрьма. Да, что такое семы? Семы – это лингвистическое понятие, есть понятие или значение слова, и оно состоит из нескольких частей, то есть, например, водоем. Первая часть, основная сема, центральная, это какое-то углубление в земной поверхности, вторая сема – это уже заполнено водой, то есть, это как бы необходимое условие, что нужно, чтобы считаться водоемом. Должно быть углубление, должна быть там вода, обязательно. Галина Ивановна, правильный ответ. Ольга Игоревна, правильный ответ на вторую задачу. Временное удаление с поля игрок не может покинуть скамью. не тот ответ, который я подразумевал. Поделим слово тюрьма на семы. Что такое тюрьма? Во-первых, тюрьма, возьмем прямое значение этого слова, это здание, помещение, то есть, первая сема – это помещение, в котором заключена вторая, это ограничение свободы, то есть, там выполняются условия, что там ограничивают чью-то свободу. Это две основные семы. И вы сейчас начали отрабатывать именно вторую сему, то есть, вы начали искать такие с хоккеем, с паузой, такие контексты, такие ситуации в жизни, где есть ограничения, но никто не подумал о другом аспекте, о другой части понятия тюрьма, помещение. Вот вы подумаете, это просто помещение, нет, лететь в Египет не успеет он, помещение, из которого вас не выпускают полторы минуты, и вы просто физически не можете оттуда, вы реально находитесь в заточении, большинство из нас сталкиваются, Людмила Васильевна, навело вас на мысль теперь? Правильно вы ответили, Мадина Зальпухаровна, тоже правильно. Даю ответ, это лифт, в лифте мы там полторы или сколько-то, полторы минуты или какое-то время не можем физически выйти, мы в заточении находимся. Про Макара здесь все до безобразия, просто уже дали мне правильные ответы, применяем принцип деления просто к физическим объектам, с которыми мы в данной системе взаимодействуем, к таблеткам. То есть, нужно разделить все таблетки пополам и половину этих таблеток выпить и при любой комбинации, как бы мы ни выпили, мы всегда всегда получится так, что мы выпьем одну целую таблетку одного вида и одну целую таблетку другого вида. Просто до безобразия сложная. Эта задача, я ее решал в свое время очень давно, очень долго, я не мог ее решить, и я не применил принцип деления абсолютно ко всему, к чему можно здесь. А вполне можно было до этого додуматься. ездим дальше. Как решать математические задачи, не зная математики? Вот я, например, так называемый гуманитарий, у меня лингвистическое образование и регионовед, я с математикой всегда не дружил и в школе, но я те математические задачи, которые в жизни у меня случаются, я их успешно решаю, у меня нет проблем. Прочитайте, пожалуйста, три задачи, попробуйте найти ответы. Я думаю, сейчас мы ограничимся одной из этих задач про кувшинки, а дальше вы дома по тому же принципу. Варианты вот какие сразу? Полмесяца. Нет, не полмесяца, самый стандартный ответ. На самом деле, очень даже кажется, первая мысль у меня тоже была, ну логично же, но одна кувшинка, две кувшинки, ну все до безобразия, просто полмесяца, на самом деле нет. Так, хорошо, говорю ответ, даже не ответ, а алгоритм. Разберем подневно, пошагово, изначально. Вот слева это та ситуация, когда одна кувшинка изначально, справа та ситуация, когда две кувшинки. Первый день одна кувшинка, второй день две кувшинки, ну в два раза умножилось. Третий день четыре кувшинки, четвертый восемь и так далее. Вторая ситуация, первый день две кувшинки, второй четыре, третий день восемь. На сколько дней идет отставание? То есть, здесь восемь кувшинок на третий день, здесь восемь кувшинок на четвертый будет. Здесь шестнадцать на пятый день, да? Нет, на четвертый день шестнадцать будет, здесь на пятый шестнадцать. Отставание на один день. соответственно сколько займет 5 дней нет не 5 дней на один день меньше ольга игоревна абсолютно правильно тут никаких математик решал бы это как какой-то формулы я вот даже честно не знаю какой если вы не знаете математику можно применить вот такой просто пошагово смотрим и отслеживаем закономерность насколько отстает так попытайтесь дальше решить загадку у вас будет презентация вы скачаете про галки и палки по тому же принципу так и завершение помаленьку завершаем вы ознакомились сегодня с тремя мыслительными приемами еще раз это прояснение минимальное противоречие и деление они могут их нужно вот ну в основном в такой последовательности лучше их отрабатывать и каждый из них можно использовать как самостоятельный метод решения многих задач очень много задач рассыпаются если сделать качественное прояснение в жизни бытовых задач большинство на самом деле даже только это вот вопрос если внимательно изучить эти три приема и научиться их применять они наводят на очень интересную мысль что это за мысль я понимаю что очень непонятно сформулировано очень абстрактно это очень творческая задача то есть чем лучше вы проникнете с этими приемами чем больше вы прорешаете задач с этими приемами и явно все не смогут решить только только самые умные решаемых задач нет хорошо точка зрения принимается ну могут быть нерешаемые задачи в рамках каких-то там научиться летать без технических средств например наверно нерешаемые задачи а большинство задач конечно да решаемые которые наверное вас ваш посыл был такой то что многие задачи которые нам кажутся нерешаем на самом деле вопрос просто времени на самом деле просто времени на их выполнение если ускорить оптимизировать то можно их быстрее решить вот и второй вопрос это вопросы не сейчас нужно решить это вопросы на на дом скажем так и загадка этого стало слишком много и в результате стало не хватать оговорка было много и не хватало в одно и то же время и в результате то есть не хватало а именно из то что стало много сразу говорю что это не информация и какие стандартные сразу говорят вот на эти две задачи я хочу получить именно авторский ответ это мои авторские задачи и сам придумал в интернете их можно не искать вот и то не не любой ответ который хорошо подходит под этой задачи а вот именно авторский нет в нем это не внимание это имеется ввиду я подсказку сделаю здесь не не в общем какой-то тренд общества да это конкретная ситуация которая ситуация которая периодически случается где-то вот вполне типичная ситуация и и там так получается вот обратимая ситуация вот так и первый человек только один человек который пришлет мне ответ первым на один из на любой из этих вопросов именно авторский ответ он будет получит возможность пройти курс со скидкой 50 процентов аналогичный курс одноименный где будет все подробно подробнее все это прорабатываться мы освоим с вами еще семь таких базовых фундаментальных мыслительных приемов которые ну как бы в задачах то есть большинство задач они и решаются с помощью их с помощью этих приемов то есть какие-то более частные они решены они могут применяться не в любой задачи вот вот 7 мыслительных приемов будет озвучена будет проработана отработан на практике также вы будете ставить свои какие-то цели на время прохождения курса и мы с вами будем вместе их осуществлять то есть я буду по шагу вас вести и к целям это будет включать комплексное комплексное видение это будет работа с физическими параметрами с психологическими с установками с эмоциями с мыслительными приемами алгоритмами с со стратегиями выполнения с организацией как правильно организовать деятельность тайм-менеджмент и так далее будет затронута тема работы без бессознательным будет освещена тема нестандартного мышления инсулин нет неправильно что такое нестандартное мышление как научиться мыслить нестандартно методы тренировки различные интеллекта протесты айкью затронем скорее всего включу в курс в курс как легко подготовиться на самом деле многие работодатели на серьезных вакансиях дает тесты на развитие интеллекта либо задачи вот по типу сегодняшних вот если там вакансии от 100 тысяч рублей месяцев очень-очень вероятно что будет тест айкью вот сам проходил неоднократно тест айкью на собеседование вот покажу как легко можно подготовиться затронем игровые принципы применения игровых принципов жизни то есть если вы умеете играть какую-то игру или даже не только в игру а в в чем-то вы хорошо понимаете как переносить эти принципы на другие сферы деятельности вот и многое другое так нет пока я не не увидел правильного ответа деньги нет это не деньги когда денег много нет если денег много лично мне не создает этой нехватки денег напрямую никак диабет инсулин это приемлемый ответ на вопрос на это не не авторский ответ и хотел бы дать вам задание на повседневную деятельность три изученных приема как можно чаще применять в повседневной деятельности вашей прояснение деления минимальное противоречие и записать результаты конкретных случаев их применения либо просто где вы применили либо если вы нашли какие-то идеи интересные с их помощью то и идеи тоже вот по отношению к чему можно применять эти приемы это ваши цели которые вы пытаетесь достичь или задачи которые вы не сформулировали часто мы не видим каких-то задач которые мы вроде бы как бы они есть но мы не обращаем на них внимание четко мы не ставим их и не выделяем время на их выполнение нет не время это так что еще исходные данные задач любые исходные данные вообще тексты это то что вам говорят то что вы читаете в текстах очень много при прояснения в частности очень много просто читаете и вот каждое слово задаете вопрос понимая это слово прям по молекулам или нет что это такое и и много-много откроется если творчески подойти к этому добросовестно подойти к этому явление объекта процесса вокруг вас вы ездите в общественном транспорте смотрите на рисунок на сумке у кого-то и делаете прояснение просто внимательно но смотрите например как вариант потом смотрите что это может быть например есть абстрактные сумки и так далее здесь куча куча информации вокруг нас есть изображение фильмы книги и так далее а второе организационное задание отследить забывание то есть как как часто за последнее время при запоминании чего-либо ну вы думали что запомните на самом деле забыли вот ввести обязательная запись каких-то идей там советов которые вы хотите запомнить вот и думать запомниться это и на какой период очень очень полезная вещь то есть например яду я думаю что но оцениваю то есть по ощущениям на две недели я точно запомню через две недели смотрим запомнил забыл нет сделал вывод нужно записывать там или не нужно записывать вот так при таком уровне запоминания не нужно отследить любое мышление сколько раз и сколько по времени она у вас была начиная с сегодняшнего момента и до получения мной обратной связи и как вы с ней справились или не справились вот и закодировать и запомнить минимум одну последовательность цифр например телефонный номер друга или близко человеком кого-либо вот так же есть у нас нерешенные задачи в презентации попробуйте именно применить к ним те приемы которые я вам сегодня о которых рассказал вот так же нет живые клетки и и решение задачи это неправильно так прошу добавляться в facebook ко мне ссылка здесь есть так и наверное нельзя скопировать я ее продублирую чуть попозже в чате я вас добавлю в группу это будет открытая группа там будет вы будете иметь возможность ставить свои планы ну то есть кто знаком с прокрастинацией там писать вот на неделю я должен сделать вот это если через неделю у вас это не выполнено вот вы говорите я не выполнил то есть вы будете готовы к тому что все участники это увидят вот то есть это это будет подстегиваться к решению задач очень полезный инструмент хорошо работает также вы можете любые вопросы любую информацию там советы свои рекомендации выставлять на обсуждение и если вы не можете решить какой-то вопрос выставлять на обсуждение и группа будет вам помогать другие участники вот я не буду конкретно кого-то там консультировать единственное если я увижу там какой-то интересный проект который я вот прям мне понравится я буду готов работать с этим консультировать либо прямо участвовать в этом проекте например вы хотите открыть метод лечения заболевания для которого пока не открыт метод лечения вот что-то такое что мне понравится я буду готов в этом всячески помогать вот и я буду писать время от времени какие-то какую-то полезную информацию какие-то свои советы рекомендации вот у меня на этом все да в курсе в курсе кто запишется на курс там будет уже закрытая группа в которой будете только вы и я там буду подробно именно отвечать на ваши конкретные запросы там будет индивидуальная работа индивидуальное консультирование это уже будет другая группа совершенно вот там будет более конкретно будем работать спасибо за внимание если у вас есть какие-то вопросы готов на них сейчас ответить уже не варианты решения задачи это все потом а именно вопросы вопросов нет тогда всем спасибо за внимание всего доброго передаю очередь павлу передай словом михаил прежде чем закончить вы обещали в конце открыть доступ презентации люди спрашивают да я делаю это прямо сейчас ну прекрасно ну что ж коллеги на этой положительной ноте давайте завершим наш сегодняшний вебинар и завершим наш сезон 2017 2018 года скажу вам прямо этот сезон был неким откровением для меня мы раньше не думали что можно так часто и так результативно проводить наши вебинары но мы воодушевились и с полной энергии начнем после отдыха сезон восемнадцатого девятнадцатого годов у нас уже много идей много мыслей насчет новых и старых тоже лекторов наших спикеров наших так что приходите в сентябре будет интересно проведите новый сезон вместе с директ академии всего вам доброго хорошего отдыха летом до новых встреч в сентябре до свидания всего доброго